Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, кто занимается робототехникой. Сегодня небольшой видеоролик экскурса по той теме, как расширение для клика и ники робота в среде М-блок 5. Есть частые вопросы, какие расширения нужно подключить для той или иной конспекта, методички, где разбирается тот или иной вопрос взаимодействия с роботом, какие расширения нужно подключить, потому что иногда программу мы скачиваем, и, соответственно, если у вас заранее эти расширения не присутствуют, то в программе, соответственно, будет подчеркнуто красным, выделено красным значением те команды, которые не подключены, соответственно, не имеют связи с данным расширением, потому что он у вас ибо и нет. Поэтому, конечно же, нужно подключить расширение в зависимости от того, какая задача стоит в программе, то есть или в теории, которую вы читаете в конспектах, в методических и так далее. Давайте начнем с самых простых расширений, которые мы рассматриваем здесь. В первую очередь добавим в нашем случае Ардуино Уно. Обычно я добавляю первый элемент в списке, высвеченный в списке, такая зеленовато-бирюзового типа плата Ардуино Уно. Следовательно, у них есть расширение стандартных инструментов, которые не нужно дополнительно устанавливать, они есть. И достаточно здесь для многих задач, связанных с мобильной робототехникой. Это и сероприводы, это и пьезоэлементы, это и ультразоковые датчики, которые здесь присутствуют. Это перевод значений в различные типы данных, это работа с моторами, соответственно, тут тоже присутствует. Математика, самые стандартные элементы, также присутствуют здесь. Работа с переменными, созданием переменных, и, конечно же, можно создать свой блок из комбинации данных блоков, то есть создать условно свою пользовательскую функцию. А об этом видеоролик будет чуть попозже. Итак, давайте рассмотрим теперь расширение. Какие расширения чаще всего нам понадобятся в методичке, в конспектах и так далее. В первую очередь открываем расширение и смотрим. И смотрим. Что нам главное нужно? Нам нужно подключать обязательно трансляцию режима передачи, ну, передачи по M-блоку в виде локальных значений. То есть локальной передачи с устройства на компьютер через COM-порт, так называемое. Это нужно для того, чтобы, соответственно, отслеживать значения. Вот когда вы увидите на видеоролике или в инструкции, что рядом с персонажем присутствуют некие переменные, переменные, на которых отображаются какие-то значения при включении программы. То, следовательно, чтобы значения мы получали откуда-то, то есть с устройства, нам нужно, конечно, подключить, как к нашему персонажу. У персонажа тоже может быть такое расширение. Вот оно. То есть загружаем. И подключаем. И также для, соответственно, для персонажа тоже. Добавляем. Теперь у нас есть и для устройства получение, и для персонажа тоже есть трансляция режима. Работа простая. Мы можем отправлять сообщение, либо просто сообщение с каким-то названием, либо сообщение с каким-то значением. А персонаж, в нашем случае, должен принимать именно это значение. Это сообщение. То есть кодировка по сообщению. Мы отправляем, он принимает, и дальше команда, например, на высвечивание значения этой переменной. То есть задать переменной нужное значение данного сообщения. То есть то, что мы передали, и значение мы получаем, и выводим его непосредственно в левом, или в каком-нибудь еще части углу значения этого на экран. Чтобы можно было просто видеть, как это работает. Итак, первое. Это, соответственно, это, соответственно, вариант использования расширения для трансляции режима передачи. В первую очередь. Очень частый вопрос. Затем есть расширение, связанное с ER-модулем. С ER-модулем. Это расширение мы также получаем через Ардуино. Кликаем расширение. ER-модуль, ER-контроллер, контроллер ER, Control ER-tab. Он по-разному называется. Здесь можно и так, и так искать его. Если он не высвечивает у вас в первых рядах, то, соответственно, надо писать запрос в поисковике ER-контролл. Там, например, ой, ER. Вот, соответственно, нам выпадет некая комбинация различных ER. Ну, вот первый, который я рекомендую. Он стабильно работает данным расширением. Я его использую в методичке, в конспектах занятий, то есть, да, на контроллер. Следующий Bluetooth-модуль, то есть, работа с Bluetooth-модулом через М-блок. Чаще всего это, вот, соответственно, Bluetooth CH0506. Смотрите, потому что в нашем устройстве может быть конкретно какой-то элемент либо CH0506, в зависимости от комплектации. Скорее всего, он там, соответственно, CH060 должен быть в большинстве случаев. Поэтому мы устанавливаем Bluetooth CH0506. Ну, например, для универсальности добавляем. Ну, вот, соответственно, как он выглядит. Подключение к нашему Bluetooth-устройству через четвертый порт по комбинации. То есть, его используем. Затем, Color Sensor. Это тот самый новенький, новое расширение для датчика цвета. Для датчика цвета, который нам нужен для того, чтобы настроить программы, там, сортировщик цветов, движение по линии, в том же варианте, сейв с кодировкой, кодовый замок, мы, есть конспект у нас. То есть, он чаще всего используется для работы с непосредственно датчиком цвета. С датчиком цвета. Из остальных элементов почти у нас все вроде присутствует. Если же нам нужно через универсальный порт подключить еще какое-то устройство, там, например, какой-нибудь гироскоп, то, соответственно, здесь расширение мы ищем. Но я пока не добавлял такие варианты работы с гироскопами. Может быть, в будущем я добавлю. Вариант у нас там датчик линии, он уже стандарту входит без расширений. То есть, не нужно датчику линии расширений дополнительных. Можно все работать через контакты. А пьезоэлемент, то есть, звучание ноты тоже нам не нужно. Расширение мы можем работать так. Расширение нам нужно в данном случае только для IR-модуля, для Bluetooth, для датчика цвета. Для датчика цвета. Ультразвуковой датчик нам не нужно. Расширение уже присутствует в официальной сборке основной. Датчик линии, как говорится, тоже не нужен. Сервопривод у нас присутствует. Моторы здесь тоже присутствуют. Расширение всего лишь три основные. По факту нужны. По факту нужны. Остальные дополнительные уже расширения в зависимости от того, какие еще дополнительные датчики или модули из Ардуино вы будете брать. Ну, тут нужно просто тестировать, какой вариант лучше и интересен. Например, может быть, кнопочку вам нужно. Но кнопку можно без дополнительного расширения анализировать, я думаю, тоже можно. Драйвер моторов может быть. возможно дисплей можно будет подключить какой-нибудь графический. В дальнейшем может быть это понадобится вам. Мы можем рассматривать другие расширения. А так, в целом, вот основные три расширения. Надеюсь, данный видеоролик был понятен. Какие варианты расширения мы чаще всего используем. Я сейчас вот так вот сделаю. Специально подключу, чтобы было видно из расширений что же я использую. Раз, два, три, четыре. Дополнительно расширения кроме Ардуино, ну то есть для Ардуино расширений, могут быть расширения для персонажа. Когда ему нужно по сети отправлять какие-то элементы. Это, например, у персонажей. Обратите внимание, я выбрал сейчас персонаж. Расширения. Кроме того, чтобы также для передачи трансляции, то есть в режиме при приключении к хром-порту, мы можем добавить облачные сообщения. Это когда нам нужно, например, в наборе клик работать с Киберпаем. Киберпаем может по Wi-Fi передавать через ваш аккаунт в области данных. Соответственно, различные значения через облако. Тогда мы используем такой вариант. И я показывал в некоторых последних конспектах как комбинировать передачу с подключенного устройства Ардуино, то есть нашего первого контроллера К1. Он передает данные через трансляцию режима комп-орта на компьютер. А с компьютера уже персонаж, условно, наш компьютер отправляет черезоблачные сообщения на Киберпай. И наоборот, с Киберпая через облачные сообщения отправляем на компьютер, а компьютер уже через комп-порт отправляет на Ардуино. И туда и обратно можно сделать. Дополнительно есть так называемый диаграмм данных расширения, когда вам нужно построить графики зависимости. Чуть попозже я покажу как этот вариант реализовать. Ну, обучение робота это, соответственно, у нас расширение для компьютерного зрения. В дальнейшем уже скоро будут такие видеоролики связанные как раз с компьютерным зрением. И я буду рассказывать какие варианты. Соответственно, элементы распознавания речи и переводчик речи также могут быть использованы в наших решениях, в наших задачах. Некоторые вещи представлены для непосредственно Киберпая. там представлено несколько уроков связанные с работой подключения через интернет вещей. Если у кого клик, соответственно, с Киберпаем все это можно уже взаимодействовать. На этом у меня все по касательно расширений. Надеюсь, было понятно. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok